Доброе утро! Прописана должна быть бодрыми, то есть нас. Что вы делаете? Вы знаете, у меня, наверное, тоже прописаны эти обязанности в силу моей работы, в силу, ну, скажем так, моего общения с клиентами, которые тоже приходят и на меня все-таки равняются. А потом это уже, я вам хочу сказать, образ жизни, образ мыслей и вообще по-другому я вообще как бы не представляю, как и можно. Утром встал, сразу зарядочку обязательно, это независимо от того, есть тренировки в течение дня или нет, это обязательно для хорошего настроения, для поднятия тонуса, для действительно вот этой вот бодрости. Вот, ну и то, что вот, наверное, все-таки ближе к нашей теме, продукты, продукты. Ну что же вы сегодня достали утром из холодильника и покушали на завтрак? Что это было, Марина? Признаетесь. Ну, признаюсь честно, я сегодня пока еще не кушала, потому что встала, ну, встала очень рано, да, приехала к вам на эфир тоже, значит, вот пораньше, соответственно, чтобы все пробки миновать, которые сейчас существуют, и просто сварила хороший кофе и выпила чашечку кофе, которая тоже, наверное, вот придает тонус и придает вот этой вот бодрости. Давайте. Завтрак у меня будет чуть позже, после эфира. И что будет на завтрак? То есть на завтрак у меня большого такого вот, может быть, как думать, там разнообразия блюд, меню, конечно, нет, это не ресторан, соответственно, поэтому это или творог будет, кисломолочные продукты, да, но, скорее всего, он будет, потому что дня два я его не ела утром. Соскучилась за два дня. Или овсяная каша. Больше я как-то вот особо и не разнображу. Вы знаете, и хватает, и не надоедает, когда меня спрашивают, а не хочется ли еще чего-то. Вы знаете, нет, я сильный акцент на этом не делаю, в том смысле, что для меня, наверное, это не первое статейное, скажем так, не самое значимое. Ну тогда, тогда откройте нам секрет, что хранится в вашем холодильнике. Так, опять, наверное, многих зрителей разочарюю. Открываем кулинарный бодуар. Да-да-да, открываем. То есть у меня все очень, скажем так, ну, скромно. Ну что всегда есть? Всегда есть. Три-пять предметов, вот давайте. Вот три, наверное, пять-то я, наверное, даже уже лично моих вы имею в виду, да, потому что я потом чуть ниже еще скажу, что у меня еще есть. То есть для меня это вот творог, это кефир, ну, или там, смотрю, если хочу кефир, если хочу бифидокс, бифидок, бифилюкс, то есть в зависимости от того, что хочется, яйца в дверке холодильника, и фрукты, и овощи, и все. И вот это вот моя еда, еда для меня, которая хранится в моем холодильнике. Но у меня, да, но у меня есть еще живность в виде двух собак. Вот будут, наверное, зрители очень удивлены, но две остальные полки холодильника заполнены для них. Собачью еду в холодильнике. Да, только не собачью еду, а еду для собак. То, что я им даю, то, что я им готовлю, да. И опять же, тот же творог будет, только если я ем обезжиренный или с низким процентом содержания жира, то у них с высоким процентом содержания жира будет. И главное не перепутать. То есть вы для собак покупаете отдельно творог? Да, я покупаю отдельно творог, я для них покупаю сыр. То есть яйца идут с общей вот этой вот, которая у нас дверка в холодильнике. Тут, слава богу, я питаюсь вместе с ними. Вот, потом, ну, готовые тоже блюда, соответственно. Просто я не готовлю много, потому что, ну, как бы это хранить долго нельзя. Неважно для меня или для них. Вот, мы перешли к этому второму, вернее, к заготовленному третьему вопросу. Мы очень часто, вот большую часть, большее пространство в холодильнике занимает кастрюли. Бедоны. С вчерашним супом, контейнером какие-то, где там вчерашние котлетки. А то и позавчерашние. А то и позавчерашние. А кто-то вообще борщ на всю неделю готовит. Да, да. Вот скажите, пожалуйста, насколько для нашего здоровья это полезно или не полезно? Ну, вообще, конечно, если брать принцип полезности, скажем так, да, то все равно даже готовые вот блюда, которые вы сказали, там, в кастрюлях, они не должны быть 5-литровые, там, 7-ли-10-ли, как вы говорите, бидоны, там, ни в коем случае, да. Ну, на два дня. Я понимаю, что на каждый день готовить, но это, наверное, времени не хватит все-таки. Ну, и наскучит, и потом начнут, как бы, уже хватать какие-то бутерброда. Вот. На два, ну, максимум на три дня. Только не недельные вот эти щи, как смеются, которые чем дольше стоят, настаиваются такие сытные. Говорят, давай, скажут, как будто бы такой настоял. Опять же, смотрите, да, то есть, сготовили, готовить там суп или борщ, там, или щи, неважно что. Вот вы его сготовили, все, что в нем есть, какие ингредиенты, они уже не увеличатся, не лучше, не станут там, не сытнее, скажем, не полезнее. Они, наоборот, начнут терять свою вот эту вот пользу, то есть, то, ради чего, собственно, мы и готовили. Поэтому не надо готовить на неделю, это все мифы, что чем дольше стоит, тем сытнее, там, или плотнее, нет. Ну, три дня максимум, то есть, это в готовом... Ну, три дня даже тоже много. Ну, это я про щи имею в виду, вот эти вот супы там какие-то, все. Остальное все, конечно, то, что вы котлетки сказали, ну, вообще, в течение суток, конечно, салаты, ну, вообще, вот я слышала в начале самой вот вашей темы, что, в смысле, салаты хранятся 12 часов. То есть, здесь надо чуть-чуть поправочку сделать. Не заправленные салаты, заправленные не хранятся 12 часов, они в течение, еще наполовину делить, и в течение 6 часов должны потребляться. То есть, это вот то, о чем, допустим, мы говорили, было застолье какое-то там, не съели, они доедают, как правило, много, потому что готовится еще больше, чем нужно, и все это в холодильничек, в контейнера, и то, опять же, контейнера контейнерам рознь, да? Да. То есть, это должны быть именно контейнера пищевые, именно для... Они так и есть, вот для хранения продуктов, пищевых продуктов, потому что некоторые ведь в одноразовой посуде там, да, в чем принесли там откуда-то с маркета, в том, собственно, не доели и поставили все. Почему нельзя в таких емкости хранениях? Ни в коем случае нельзя. Там как раз микробы вот именно развиваются намного быстрее, потому что изначально эта посуда, ну, по своему составу, она не предназначена для хранения, для переноски продукта, да, то есть в руках же вы не принесете для переноски, а для хранения так и написано, для пищевых продуктов, для хранения. Есть специальные посуды или специальные контейнера, там есть, может быть, и режим, знаете, такой, да, вот сверху такая вот, ну, поворачивается пипочка, или как ее правильно сказать, вот, то есть она как бы специально для этого предназначена, герметична, да-да-да, вот, а это просто для переноски, скажем так, для трансплантации, чтобы вы домой принесли, но не более того. Сейчас у вас такой темп интервью, давайте сейчас подышим, все, продолжим подстаться, тяжело следить. Так, Мария, вот для здорового образа жизни, у меня такой вопрос, с одной стороны и с другой, что можно хранить вот для вот именно сторонников ПП, да, и что нельзя? Вот я слышал, что мед нельзя хранить, потому что полезные свойства там как-то. Да, да, на самом деле, ведь многие вот, ну, опять же, думают, что если в холодильнике, значит, на дольше, там прямо и качественнее как-то, и все. Нет, конечно, вот именно то, что вы сказали конкретно, мед, это тот продукт, который, опять же, смотрите, смотрите, какой мед есть, да, ведь есть мед, который вот только в жидком состоянии остается, а есть, который кристаллизуется, и тот, и другой будет хороший мед, но который кристаллизуется, вот его можно хранить чуть-чуть дольше, скажем так. Ну, то есть, там сроки не скажем, ну, мы же не берем на полгода, скажем так, да, банку меда, а вот который жидкий, он и остается в жидком состоянии, то есть, его, ну, желательно в первую очередь, скажем так, потреблять, если у вас есть выбор, если нет. Но хранить в холодильнике или при комнатной температуре? Нет, не в холодильнике, при комнатной температуре, в темном месте при комнатной температуре. Вы спорили, Санны, хлеб. Смотрите, вообще хлеб изначально всегда хранился при комнатной температуре, всегда, изначально. Это опять сейчас. Я храню в холодильнике. Смотрите, да, и я. Правда? Да. Я не понимаю, как можно есть холодный хлеб. Смотрите, ну... Что? Ты его к голове сначала приложил утром, а потом отправил сюда. А вы знаете, почему вы сейчас начали в холодильнике хранить? И многие начали. А качество хлеба изменилось, потому что. Потому что если раньше, да, хлеб, который вот действительно, ну там, скажем, там еще даже 10-15, ну 10, наверное, уже нет, а лет 15-20 назад попекали, он соответствовал ГОСТу. То есть это был хороший хлеб из хорошей муки, скажем так. Ну, действительно, с выдержкой там все. То есть все как положено по технологии. Ну, по ГОСТу, по технологии приготовления, да. И он нормально, совершенно нормально хранился в той же хлебнице, помните, да? Были вот деревянные лучше, чем пластиковые сейчас есть, да. У меня есть деревянная хлебница. В пакете, да-да-да, вот деревянные, кстати, лучше, чем, опять же, исходя из материала, да-да. И в пакете можно хранить, было можно хранить. И он на самом деле, ведь его и через 2, и через 3 дня, ведь никто же в течение дня булку не съедает, правда? Это же смешно, если там небольшая семья. Вот. И поэтому его открываешь, и он нормальный. А сейчас, почему вы их храните в холодильнике? Почему? Ведь на второй, а потому что качество хлеба совсем не то. И через 2-3 дня, если вы не будете его хранить в холодильнике, что там получится? Ну, в лучшем случае он будет клёклый, в худшем там и плесень можно увидеть, и все остальное. Это уже к производителям вопрос, потому что вот качество продукта именно поменялось. Может, еще один вопрос? Мы уже задам интимный вопрос. Давайте, да уже, пожалуй. Мы все, все, закончена разминка, такая текстовая прелюдия, сразу жесткий вопрос важный. Как часто надо размораживать холодильник? Потому что для меня это такая... Смотрите, ну, опять же, да, смотря какой холодильник. Ноу-фроста сейчас, в основном берут ноу-фроста. И скажем так... Зил. Ну, да. Вот, слушайте, хорошо бы, если бы Зил был ноу-фрост. Ну, сейчас, кстати, Атланты есть, да, стянула наши холодильники российские, российской сборки. Хорошие холодильники, там и режимы хорошие. Реклама прошла, а дальше? А, да, да. Вот, и поэтому, соответственно, ноу-фрост. Если ноу-фрост, ну, просто вот как любая хозяйка в доме, да, если мы даже не пылим там или не сорим в доме, мы же все равно влажную уборку производим, ну, по-любому, чтобы освежить воздух, да, там как-то. Вот, интерьер. То же самое и здесь. Даже если холодильник ноу-фрост, который как будто там у вас не намораживает, там не течет он, ничего, все равно раз в месяц желательно проводить ревизию и его как бы вот отключать, ну, санировать, скажем так, протирать. Раз в месяц. Это желательно. Запоминаете, уважаемые телезрители. Ну, и очень хочется вас спросить, дорогая, наши гости Марина, что самого необычного, когда-либо хранилось у вас в холодильнике? Лично, лично. Все-таки лично? Либо, может быть, самых, но только самых близких знакомых. Самых близких знакомых. Значит, у меня на самом деле, ну, давайте уже, ладно, раз у нас уже интимные вопросы были, уже интимные ответы пошли, соответственно. Конечно, что скрывать, конечно. Конечно. Да. Да. Интересно. Положила. Слушайте, наверное. Работает. Работает. Марина, Марина и Болейша, друзья. Пока не отпадет лед. Марина, чтобы мы, зрители, не запомнили вот эту историю, давайте в виде, как бы, такого завершения, да, послевкусия, напомним все, что мы сказали. В общем, 3-5 правил хранения продуктов в холодильнике. 3-5 правил хранения продуктов в холодильнике, ну, они, в принципе, основные, ничего там сложного нету. Скоропортящиеся продукты, те, я уже, которые проговорила, должны храниться именно по тому времени, про который мы проговаривали. Не надо думать, что если вы там выше или ниже положите на полочку, которая ниже к морозилке, там лучше сохраняется. Нет, это правило не работает. То есть, есть определенное время по хранению продуктов, вот, пожалуйста, его используйте. Да, второе, продукты должны быть, а, самое-то главное, смотрите, продукты должны быть правильные в холодильнике, мы про это проговорили. И не надо покупать неправильных изначально продуктов, это провокаторы, продукты будут. То есть, если вы их купите и где-то там в уголочек положите, а вот это колбасы, например, вот, колбасы, колбасы, в любом виде, нет сейчас хороших, нет, конечно. Ну, нет, это не тот продукт, ну, нет, ну, готовьте мясо, готовьте буженину, готовьте сами там, допустим, что-то. Или брякину. Вот, ну, например, да, как вариант. Вот, и вот эти продукты лучше не надо сразу покупать, чтобы они не были провокаторами, не надо их прятать там где-то между хорошими продуктами. Два. Да, да, то есть, вот, провокаторы у нас не должны быть в холодильнике. Ну, и третий момент, наверное, опять же, я не являюсь таким уж прям примером, потому что я сказала, у меня... Ну, нет, ну, нет, ну, нет, ну, я к тому, что у меня по продуктам очень скромно, я имею в виду по перечню. Вот, должно быть, все-таки в холодильнике открываешь, и глаз радоваться должен. Да, да. Всегда есть в холодильнике.